Сегодня из Донбасса приходит сообщение об ожесточенных столкновениях между ополченцами и украинскими силовиками. До начала перемирия остается всего 12 часов и чем ближе эта точка, тем яростнее армия атакует позиции сил ДНР. Так в Широкино идет танковый бой, под Дипальцево по-прежнему продолжаются попытки выхода из окружения. Причем, как отмечают ополченцы, силовикам, решившим сложить оружие, не дают это сделать свои же. Пока попытки выхода украинских силовиков по одиночке и мелкими группами из окружения пресекаются огнем в спину со стороны украинских позиций. В районе Чернухина сегодня утром таким огнем были убиты четверо украинских военных, которые выходили без оружия на отправление позиций народного ополчения. Обращаю внимание международной организации на то, что со стороны разного рода киевских представителей Минский договоренность уже становится под сомнением. Это касается прежде всего господина Климкина, поставившего под сомнение безусловную амнистию участников сопротивления. И тем более это касается Яроша, заявившего, что его фашистский правый сектор не признает минских договоренностей и оставляет за собой право продолжать активные боевые действия. Мы со своей стороны готовы к безусловному соблюдению минских договоренностей только в том случае, если их будет соблюдать Киев. Если по нам никто не будет стрелять. Речь идет о вчерашних заявлениях главы украинского МИДа Клинкена, который по-своему трактовал подписанные в Минске соглашения и отрицал какие-либо обязательства, взятые на себя Киевом. А также о заявлениях украинских радикалов Масичука и Яроша, против которых, кстати, возбуждены уголовные дела в России за призывы к терроризму. Оба объявлены в международный розыск. Они накануне пытались приравнять итоги саммита к предательству, отказались признавать эти соглашения и говорили о намерении продолжить войну. Продолжение следует...